всем привет таза будни ну для начала сегодня у нас будет ролик с грант и небольшое тихо обслуживание в общем рулевая рейка постукивает ну я так понял смазка кончилась там пробег уже нормальной машина 13 года как покупал через два года я все смазывал так вот смотрите какая дорога давить пыль какая уже месяц дождей нет засуха конкретно так вот смазка шрус шприц туда-сюда я пыльник снял вот виде он сам бал вот его надо смазать иначе износ хороший дня года года я по-моему смазывал не помню то ли пятнадцатом году в час вот шесть пятнадцатом году вот как купил гранту вот лет проезжал вот лет пять шесть надо уже и начала постукивать ну смазку она же туда-сюда во входит вот сам пыльник вот сам пыльник его сна также с той стороны пыльник снял вот а вот он валов сам вот у делаешь влево-право он туда сюда ходит я уже его смазал он был блестящий так взял два хомута вот потому что там на хомутах их надо будет потом установить на эти пыльники иначе этот пыль попадет туда в принципе вот такая вот небольшая работенка после этого сам этот заводской этот сам работает получше ход получше и на дольше его хватит вот она рейка сама туда бы еще добраться в середину смазать хотя бы по краям что смажу туда-сюда по делу такие друзья дела не знаю вам интересно не интересно у кого вообще такие тачки советские какой стук вообще был вот смотрите вот я сейчас кручу понятное дело что и может и стучать из-за того что изношены рулевые тяги там шару ну я стяги здесь все в порядке тоже пыльники менялся смазал сейчас чуть пропал столько бывает такой стук как будто вот вал тяжело идет и он как бы сухую зажимает наверно и делаешь так стучит только сейчас все смажу и посмотрим как она будет управляться в смысле посмотрим я так-то ездил каждый я уж не буду кататься тестировать на камни на камеру такие друзья дела погода сегодня жаркая шестерку выгнал погода жаркая на солнце плюс 50 плюс 40 никуда не съездишь на металлокопную рыбалку сидеть чисто в тенечке мы сегодня вот вечер днем пока в гараже прохладненько днем гараже здесь хорошо сейчас буду вот этим мопедом заниматься самодельным дорабатывать вам эти колеса уже поменял маленькие же колеса стояли дут уши вот эти поставил огромные колеса те немного погнулись сегодня вот если время будет потестирую прокачусь на них так вот он со стороны вал вышел видите весь смазанный у меня смазки не жалею все туда запихал как сделать тачку я выгнул сейчас она стоит на улице надо будет подтянуть ручник за 8 лет ручник уже тросики растянулись ну и колодки потери ну хочу подтянуть ручник потому что он плохо держит рулевые рулевую рейку смазал рулевую рейку смазал хомуты новые просто сейчас никакого стука нету машину там выгнал короче такую полу ямку залить заехал но удобно так ну вот ведь вот такая вот полу ямка здесь удобно ям не нашел пришлось заехать сюда покрывала кинул в принципе шея правда затекает но как говорится лучше так чем на асфальте была бы яма конечно было бы удобно ключи взял на 13 так ну вот вот эту защиту я сдвинул сюда вперед он там сам трос идет здесь ничего интересного нет быстренько потянуть и да надо вылазить то жара у нас до чего нашел процесс так всем привет сегодня у нас ремонт болгарки причина сильное искрение вместе где стоят щетки сильно искрила перегрев и в общем дымит горит обороты и вообще маленькие сейчас вот были куплены новые щетки 150 рублей новую кнопку купил подшипники буду ставить старый износ еще не такой большой болгар у меня называется интерскол полностью разобрал вот отдавал токарю на расточку якорь вот он расточил все гладко все ровно сейчас буду собирать так соберу посмотрю будет ли хорошие обороты будет ли она работать болгарка не новая 13 года ну из-за перегрева перестала в общем работать сейчас буду собирать и посмотрим же готовый результат вот 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 Продолжение следует... В итоге все собрал, вот опять разобрал. И скрит по-прежнему, и обороты маленькие, и дым пошел. Скорее всего, где-то короткое замыкание в обмотке. Якорь, скорее всего, ни при чем. Сама обмотка полетела. Сейчас включу, покажу. В итоге придется новую болгарку покупать. Видите, короткое замыкаем. Вот и сама обмотка нагрелась. Горячий счет. Щетки и токарные работы не помогли. Причина в другом. Вот такие, друзья, дела. Придется новую болгарку брать. Подкопим и купим. Будем уже работать. Хорошая болгарка была. Ну, сейчас интерскол не делают. Зубр есть. Бош есть. Макита. Ну, Макита она вообще дорогая. 1008, наверное, стоит. Продолжение следует. Продолжение следует. Так, сегодня я немного проехался. Залил немного бензина с маслом. Ну, где-то даже меньше половины бака. Грамм 300 точно залил. Проехался. Я сейчас скажу, сколько. Вот я телефон скотчем закрепил. Проехал я 3 километра. Максимальная 32. Средняя 4. Ну, где-то 15-14. Вот можно ехать, не спеша. Если слишком быстро едешь, начинает цепь летать. Нужна здесь такая, типа ролик с подшипником, что ли. Или цепь натянуть. Не знаю. В общем, я ехал. И у меня где-то километров 20 уже начинает при больших оборотах цепь слетать. Лучше, конечно, сюда поставить цепь джигуля двойную. Ну, такая потолще она. Здесь побольше поставить и здесь. И тогда не будет слетать. Ну, а если ехать тихонечко, тихонечко ехать, километров 10, это вот эта цепь цепочки от велосипеда хватает. Вот куда-нибудь съездить, там, недалеко, километров 5, чтобы не крутить педали, можно ехать. И в гору едет. Ну, и в гору едет. И по прямой. Ну, по прямой надо ставить ролик, чтобы... Потому что на холостых цепь болтается и вылетает. Ну, или звездочка. Видите, у меня... Я резко газу даю. Так, в целом, мотоведро справляется со своей задачей. Тем более, это бензопила. 5,5 лошадиных сил. Поршень пятерочка там. Самая мощная пила в СССР. На этом все, друзья. В следующий раз мы будем кататься в сетлое время суток. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк. До следующего ролика.